Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. «Монолит» все же продолжит достраивать школы в Кирове. Как рассказал на еженедельном совещании в правительстве вице-губернатор Андрей Лучинин, на прошлой неделе компания сама вышла с предложением закончить строительство трех школ в городе, которая начала возводить. Напомню ранее, правительство в одностороннем порядке разорвало контракты из-за нарушения компании срока сдачи объектов. Лучинин рассказал, что руководство региона оценило наличие ресурсов у компании, встретилось с руководителем Сильмаша Александром Чуриным, куда входит «Монолит», и приняло решение, что возвращение компании на достройку будет наиболее быстрым путем. На данный момент подготовлены ДОП-соглашения. Закончить строительство школ должны в марте-июне 2024 года. Напомню, ранее власти заявляли, что сдать объекты обязательно нужно до конца 2023-го, иначе регион потеряет федеральные деньги, выделенные на них. Более 30 миллионов получит Кировская область на развитие инклюзивного образования. Кировский многопрофильный техникум стал победителем отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета. На базе техникума будет создана базовая профессиональная образовательная организация, благодаря которой люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить доступ к качественному среднему профессиональному образованию и профобучению, которое необходимо для адаптации и социализации. Деньги будут направлены на обеспечение доступной среды в зданиях техникума и на территории учреждения. Также за счет средств субсидий техникум приобретет специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование, а также иные вспомогательные средства и технологии, необходимые для обучения. В эфире экономика. Только 22 процента жителей считают Киров лучшим городом для построения карьеры. Два года назад такого мнения придерживались еще на 2 процента меньше кировчан. Таковы результаты исследования специалистов Superjob. 64 процента жителей считают, что карьеру лучше строить в другом городе среди лидеров Москва и Санкт-Петербург. Более 50 процентов жителей этих городов уверены, что строить карьеру надо там. Кроме двух столиц, ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50 процентный барьер в рейтинге лучших городов для карьеры. Так, Казань считают лучшим городом для роста по служебной лестнице 4 из 10 жителей. Нижний Новгород – 38 процентов, Тюмень и Новосибирск – трое из 10. Судя по мнению жителей, крайне непросто построить карьеру в Кемерово, Новокузнецке, Оренбурге и Пензе. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.